первые дома знаменского ну да где-то два часа сюда идти плюс-минус десятка здесь все-таки машина наконец-то то пока шел ни одной машины не встретилась не в ту сторону не в обратно короче жопу планы будем менять значит местный ландшафт тоже поля далеке пашет за рекой на эти трактора было слышно время 7 8 ну смотрю карьер рабочий техника стоит значит просто рано ну значит шансы есть все-таки зрели побольше я думаю здесь еще здесь будет такая жопа тогда да тогда не знаю на этом у меня нет даже комментариев значит в эту сторону больше ставаться не стоит автостопом по крайней мере тут песок как раз тот который они разработали уже становится жарко идти не так приятно как с утра вообще вот летом все плохо вот это вот прохлада такой вот кайф он практически ну не знаю там ну да вот наверно до семи еще более-менее так дальше уже начнется жара напоминает средняя азия там тоже так же там наверно еще раньше часов ну не наверно тоже также до семи потом начинается жара причем никак здесь гораздо гораздо сильнее там спадает уже практически наверно заходом солнце там такого нет что мужик ну ближе к вечеру просто не такое пекло сейчас деревне как-то в низине что какой здесь раздолье сколько травы раньше здесь наверно коровы жировали там ночью какой-то карьер это наверно уже отработанный потому что не видно там техники шалфей остепненный у нас много на берегах суры еще немного просторов местных это вот наверно что-то коровники муж какие-то были раньше как обычно телефон в центре центральный виселот в деревне там какая-то контора наверно ну да здесь-то деревня гораздо жарее в принципе даже до трассы смогу дойти что там километров ближе к десяти наверно ближе к десяти наверно в общем такая деревня памятник как обычно погибшим ну да смотри здесь эти шведские дома как мужик мне взащиным сказал что благодаря этим домам здесь еще но у них там защиным еще жила молодежь кто-то 90 что-то делали так понимаю кто-то где-то что-то протолкнул это я сейчас не скажу где-то по моему что-то у меня было такое в памяти сейчас что была какая-то программа что типа строить вот эти дома в деревнях когда-то давно вымирающий вид в пенельской области но здесь прям цивилизация наверное здесь тоже что-нибудь заказывается алиэкспресс магазин рабочий остатки церкви я думаю здесь поцелее будет кстати вот эти все шведские дома что-то не все какие-то одинаковые у них даже этот как он называет вход какая-то такая фигня типа ну как назвать арки деревянные интересно где здесь был клуб прям церковь что ли или все таки вот в этом магазине ну я в церковь наверное не пойду или сходить что ли эти псины блять везде не знаю что работают не работают там псины, там псины, везде, блин, псины сосна, прям как угол будинских монастырей такая кривая не хватает монахов там колонны, может зайти можно зайти можно а крутая церковь там, снаружи так и не скажешь даже какие-то ливнины здесь есть наверное было все таки, мне кажется, тоже советские что-то доделали потому что если кино, может быть, здесь клуб был церковь огромная, конечно конечно Тут пошли другим путем Решили не рисовать А слепить Здесь надо купол Надеюсь, на меня здесь ничего не упадет Сверху Какой-нибудь кусок лепнины Или кирпича С потолка Еще комната Ну-ка, Натан, я и выйду А здесь, может быть, тоже были башни Наверное, на двух сторон Скорее всего, ну да, вот эта лестница была Наверх Но наверху сейчас Ничего Вот такая вот церковь Без куполов Но тем не менее Интересная Если кто-то Будет смотреть отсюда Интересно было бы узнать Чем она была В Советской Корее На самом деле Клум Ну вот вид Ну вот здесь Наверное, купол когда-то Так вот Тоже какая-то контора, похоже Вот Церковь сбоку Так, ну ладно Теперь, короче, на трассу И будем ждать Попутку Или Идти пешком Здесь машин многое, смотрю Все-таки, может кто-то возьмет Магазин Церковь Которая непонятно Чем была В советское время И Клуб Все-таки вот этот вот Клуб А не церковь Ну еще относительно целый Не раздолбанный Сельская дорога Похоже здесь Какие-то тоже Мордва живут Какие-то такие Мордовские Мотивы Там что-то Вдалеке какая-то церковь Наверное Да, издалека их видно Вообще деревня какая-то Марфина Должна быть что ли По-моему По карте Тоже что-то цветет Иду Посмотреть Брошенный пионерлагерь Не знаю Как там вообще Остался от него Там что-то Или может быть Тоже кто-то Переоборудовал Под жилье Вот провода идут И дорога вот есть Вот следы такие Не сказал бы, что Давние То есть Зарастать этой дороге Не дает Поэтому Не знаю Сколько там Заброшен Заброшен этот лагерь На самом деле Здесь что есть Там внизу Деревня Брошенная Бездонная Называется Не знаю почему Бездонная Но судя по тому Что сделан он Из газоблоков Значит Делали его недавно Вот этот сарай Может здесь Сторож живет Который лагерь охраняет В общем Короче Еще чуть-чуть И я выясню Дорога дальше Куда-то пошла Вниз Там бывший Лагерь Ну хоть ворота Остались Хотя бы Знаешь Что здесь был Лагерь Когда-то Сейчас сорвал Эту Верхушку Молодой сосны Попробовал На вкус Прикольно Такая Кисленькая В этих Ебинях Конечно Вряд ли Все что могли Уже Вытащили Какой-то шаваш Может быть Сетка Больше Как знаю Что-то Что-то Сначала Пройду подальше На обратном пути Смотрим Смотрим Ну Судя По карте Тут Небольшой Лагерь Здесь Хотя бы Не изгородовали Например Тот же Карасик Хотя я ошибся Тоже Попал Под раздачу Все Пионерские Лагеря Выглядит Примерно Одинаково Кое-то Здесь было Интересно Послушать Вот Макшана Была Скорее Говорят Лиспензу Сюда Возили Жилой Был Дом Возили Кстати, да, вот эти все датчики, ну вообще вот это вот лагеря заброшены как раз уже не в 90-х, а вот как раз уже позже, потому что видно, если бы они были заброшены в 90-х, они же бы все уже развалились в хлам, пока они еще довольно целые. Ну, может быть, пионеров, конечно, туда не возили, но, по крайней мере, может быть, за ними следили хотя бы. Чем-то типовые. Корпуса. Когда-то здесь смеялись и играли дети. Сейчас я хожу здесь с камерой и снимаю вот эту разруху, которая идет по всей стране. Чем дальше, тем больше, хотя уже, казалось бы, уже разваливать нечего, но эти ублюдки найдут. Чем еще поживиться на развалинах души огромной великой страны. Эти паразиты еще долго не оставят труп. Ну что, короче, дальше ходить смысла нету, наверное. Вот это все. Ну, по крайней мере, еще не растащили на кирпичи хотя бы. А здесь вот уже могут быть змеи в таких местах. Ну и все, наверное, дальше лес. Лес. Здесь вот маленькие домики. Медпункт. Сейчас деревнях даже таких нету. Я не знаю, что-то быстро природа забирает свою. Ну да, видно, что недавно подброшен, потому что еще даже не выцелил вот эту вот окончательную цветную краску. И покрашен-то уже флаг России. Вот она, блядь, Россия. Кроме цветов флага больше гордиться нечем. И флаг-то какой-то, под которым воевали ровы против советской армии на стране фашистов. Вообще этот флаг, насколько я знаю, с временного правительства. Столовка похожа была. Все накрылось медным тазом. Плитку отодрали. Здесь почему-то не стали. Медпункт. 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 Местоположение с этого лагеря какое-то интересное. Мокша, в принципе, далеко. Озер нету. Не знаю, короче, почему такое место выбрано было. Обычно все равно стараются сделать где-то поближе к какому-нибудь водоему, чтобы дети хотя бы купались здесь. Что-то как-то... Это тот же сарай. Короче, бездонное не существует, похоже. Ну, хотя провода идут. Может быть, кто-то один там живет. Какой-нибудь любитель одиночества. Да, в общем, короче, вот я сдолбался. Поэтому иду опять на трассу. Пытаюсь уехать сразу отсюда. Если не уедется, то пойду до трассы. Сюда и пять. Тут, в принципе, недалеко. В общем, короче, вот так вот. Такая поездочка. Не знаю, сколько там буду стопить. Но пожара пока еще не началась. Поэтому еще, наверное, как-то будет не так хреновенько стоять. На солнце. Да, просторы, конечно, у нас... Таджики бы позавидовали. Когда они там каждый ровный участок отвоевывают у гор. А здесь просто огромнейшая территория. Если бы не вот эта прогулка, я, может быть, и туда дошел, до этой церкви. Но вот эти вот лишние, сколько, 15 километров, которые я все-таки планировал проехать, дают о себе знать. Так что не знаю, может быть, последнее видео. Может быть, и нет, еще что-нибудь скажу. Да, вот. Думаю, вот если бы я, например, вот так не встрял, я бы, а кто-нибудь у меня быстро бы вчера забрал. Так бы я и думал, что здесь отличная такая дорога, где... Я просто даже бы не упомянул про это, что здесь такая задница. Ну, может быть, в будни, конечно, здесь и больше проезжают народы. Ну, хэзэ. Может быть, на самом деле мужик прав и мордва. Такой народ. Все-таки они как лесные жители считаются. Вот. Я, правда, по Мордовии не ездил. Я проезжал... Максимум я ездил до Саранска, до Розаевки. По самой Мордовии я не ездил автостопом. Вот. Ездил по Ульяновской, там эти, как их называют... Чубаксах. Чуваши. Чуваши, кстати, нормально там подбирали. И здесь Пензе. Тоже вот у нас есть там, на границе Саратской области. Вот. Это как это... В Северной Норвегии я был когда. Тоже там встрял, там жопа какая-то. Народ едет, не останавливается, не забирает. Потом меня кто-то туда брал. Я говорю, что за херня такая? Он говорит, ну, здесь такой народ дикий живет. Они как бы привыкли жить вот как-то на отшибе. И сами по себе они такие нелюдимые какие-то. Вот. Так я понимаю, там как раз вот... Эти коренные жители. Саамы. У них там есть... Ну, они как раз тут родственники нашей Мар-2. Или Мар-2 им родственники. Ну, короче, родственники они между собой. Тоже эти, как их называют... Ну, в общем, короче, родственники они. И там у них тоже провинции есть. Норвегия на границе со Швецией, по-моему. Там город, типа, ну, не столица. Это вот по-нашему сказали, конечно, ну, как центр какой-то там регионов. Ну, их, по-моему, такого там нет. Короче, название у него интересное. Карасьёк. Вот. И там как раз вот обитает сауна. Местные говорят, бухают они сильно там. Вот. Про Мордовы, кстати, тоже слышал, что они квасят хорошо так. Всё-таки они православные. А я так понимаю, православная религия разрешает бухать. Если мусульман с этим как-то построже, а если где действительно такое вот верят по-серьёзному, то там вообще с этим очень строго. Что-то я слышал в Афгане, там даже с водкой встрять могли даже тебя казнить. Вот. Если ты водку везёшь, а вот загашишь, там как-то на это смотрят сквозь пальцы. В общем, везде свои особенности. Вот. Короче, не знаю насчёт... Ну, да, я знаю то, что здесь вот это Мордовский край. Всё-таки тут граница Мордовии, тут такая лесная зона. Хотя в Шамошейке как бы тоже. Вот. В общем, кто соберётся сюда автостопом, хотя я очень сильно сомневаюсь. Имейте в виду, выходные – это тупик. Может, в будни побольше народу здесь будет ехать. В выходные здесь едет. Не знаю. Сейчас вот проехала одна машина пока. За всё утро три машины, по-моему. Ну, ещё пока по деревне я ездил, может быть, кто-то проехал. А так я ездил три машины. И все они были из Знаменского в сторону трассы. В общем, как-то так. Вот они. А поля, кстати, засажены. Всё-таки какие-то здесь фермеры обитают, наверное. Ну, так он. Ну, так он. Ну, так он.